Вопрос. Еще, по-моему, год-полтора назад криптовалюты собирались запрещать. Сегодня Центральный Банк говорит о том, что они должны быть в России легализованы. Странная метаморфоза. Вот давайте себе представим, как нам подается вся эта история. Вообще она подается следующим образом. Некие честные люди, некие в интернете создали некую программу, которая каким-то образом создает криптовалюту. Что такое криптовалюта? Это не от того, что ее в склепах выкапывают, а от того, что она зашифрована. Зашифрованная, значит, вся такая защищенная валюта. Если перевести это на русский язык, это термин. Значит, некто где-то создает виртуальное нечто, которое эти честные люди, не имеющие никакого отношения якобы к комиссионным центрам, согласились считать, значит, средствами платежа. Что это такое? По-моему, где-то тоже год назад был репортаж, где-то в Подмосковье фермер выпустил свои деньги. Фермер был умный, умнее, чем Мавроди, поэтому он не стал строить пирамиду. Он стал свои деньги, значит, вот как-то распространять, и они начали ходить как-то там в деревни, в поселки, там мясо, молоко, ну, то есть так локально. Так вот, против него возбудили уголовное дело за то, что он нарушает определенные статьи, значит, создает деньги, на что не имеет права, потому что, согласно Конституции, только Центральный банк имеет право денежную единицу, рубль имитировать. Вопрос. Чем деньги этого фермера отличаются от биткоина? Ответ. Ничем. Вообще ничем. Дело в признании. И вот Центральный банк говорит, деньги этого фермера я не признаю, и фермера, если он дальше будет это делать, надо арестовать и посадить. А деньги, которые создает неизвестно кто, неизвестно как, которые нельзя потрогать и пощупать, потому что они не существуют ни в каком варианте, только в компьютерных, я согласен принимать средством платежа. Вопрос. Давайте вернемся в самой суть. Если вы читали книгу «Кризис, как это делается», другие мои работы, вы знаете о мировых банкирах, которые прошли большой путь к созданию себе монополий на создание денег, эмиссий. Что это значит? Это значит, есть мировая валюта доллара, есть еще несколько мировых валют, ну таких поменьше, которые они тоже контролируют. И вдруг некие честные люди в интернете создают непонятно что, и банкиры с этим ничего поделать не могут. И говорят, давайте признаем то, что они производят на своих компьютерах непонятно каким образом, через какую программу, средством платежа. Объяснение какое? Это очень защищенная вещь. Ни одно государство не сможет контролировать, значит, это или вмешиваться в это. Еще здесь к биткоину добавляется новое модное словечко, которое никто не понимает. Блокчейн. Все говорят блокчейн, блокчейн. Это вот две штуки между собой. То есть в компьютере создается что-то, которое никто не может проверить, и никто не может якобы взломать. Возникает вопрос. Эту программу написал кто? Человек? Человек. А дальше программа сама создает эти биткоины? Это что? Искусственный интеллект? Может, мы что с вами не знаем? И уже где-то в виртуальном пространстве существует искусственный интеллект, который может наравне, может быть лучше, чем человек, создавать деньги, писать программы и так далее. Но это же переворачивает наше понимание о мире. То есть у нас, оказывается, уже появился этот искусственный интеллект. Или, может быть, его нет? И если его нет, значит, мы приходим с вами неизбежно к выводу, который был когда-то описан в одной из советских комедий, что то, что один человек сделал, другой завсегда разломать сможет. Это значит, что если кто-то написал программу создания виртуальных каких-то платежных средств, то кто-нибудь ее точно может сломать, или у него есть уже коды, как контролировать эту вещь. Это первое, на что надо обратить внимание. Ну вот вы попробуйте доллары напечатать где-нибудь. С вами что сделают? Посадят в тюрьму. А биткоины вы напечатали, вам ничего не делают. А какая разница между биткоином и долларом? Средства, платежи одинаковые. То есть мы видим удивительное дело. Банкиры, которые уничтожают целое государство империи, чтобы они не становились эмиссионными центрами, или переставали ими быть, ничего не могут сделать здесь. Что перед нами происходит? Перед нами некий запасной вариант, который готовят те же самые банкиры. Создается виртуальная валюта, смысл которой нам еще предстоит полностью осознать. Но вы поймите, вот есть центральный банк, это есть здание, есть люди, есть Эльвира Набиулина, есть какой-нибудь Бен Бернанке, есть банкиры Уолл-стрит. Вот что-нибудь не так идет с финансовым миром. Вы хоть знаете, кому морду пойти бить? Вот там вот сидят на Уолл-стрит эти жирные коты, пойдемте им, значит, окупай Уолл-стрит покажем. Правда, потом этот окупай куда-то весь исчезает. Но хотя бы прийти туда можно. Теперь, что такое биткоин? Создает никто, потрогать невозможно, проконтролировать невозможно, находится непонятно где. Вопрос. Вы итог своей трудовой деятельности кому-нибудь бы доверили при таких условиях, что непонятно кто, непонятно где будет хранить оценку вашего многолетнего труда непонятно в каких единицах и случись что? Вам спросить не с кого. Нет, ни здания, ни человека, ни ответственного, ни государства, на которое может США напасть и сказать, что оно злокозненно что-то сделали. Ничего нет. Вообще ничего. Просто выключили электричество, всем спасибо, все свободны. Все. То есть, вся эта система кем-то обязательно контролируется. Иначе мы должны прийти с вами к мысли, что существует искусственный интеллект, который ее может далее развивать, и кто-то контролирует. Кто может ее контролировать, кроме тех, кто почему-то не уничтожает ее как альтернативу тому, что за что он столетиями боролся? Те же самые банкиры. То есть, в случае, когда сегодняшняя существующая основная финансовая система будет доведена уже до полного, до полного, ну как сказать, до полной негодности, полностью изношена, они ее могут демонтировать. Оно рухнет, они скажут, вот видите, а вот есть вот это, вот это есть. И будут рассказывать эти сказки, что якобы честные люди в интернете, никто не контролирует. И самое главное, смотрите, как последовательно выводили эмиссию из-под государства. Сначала создание денег являлось непосредственным следствием суверенитета. Есть суверен, король или царь, и он, будучи сувереном, имеет право чеканить монету. Так? Так. Есть граф какой-нибудь, барон какой-нибудь, не знаю, там, купец знаменитый, может быть, богаче, чем царь. Он может свою монету чеканить? Не может. Потому что он не суверен. В этом отличие царя, короля, суверена от баронов и там, вассалов, каких-нибудь купцов, богатых семей. Стал царем, может чеканить монету. Что сделали первое? Создали негосударственную структуру, Банк Англии, и эмиссию вывели из-под государства. То есть, эмиссия стала не зависеть от государства. Как бы при государстве есть независимая структура, которая создает деньги. Это первое. Дальше создали ФРС. Точно так же. Потом, по итогам Второй мировой войны, эту ситуацию легализовали. Это, я имею в виду, Бреттон-Лутское соглашение. То есть, раньше как бы центральные банки между собой общались, а теперь это вот уже зафиксировано. Вот так именно и должно быть. Есть независимые центральные банки, главный из них ФРС, все покупают эти доллары, только доллар котируется в золоте, и через него уже в золоте котируются все остальные валюты. Дальше следующий шаг. Золотой дефолт доллара, начало 70-х. Ямайская система. Вот эта система, она оказалась подвешена на тоненькой ниточке. Из нее убрали какое-либо содержание. Никто, никому, ничего не должен. То есть, все валюты не наполнены ничем. Виртуальная. Следующий этап введение пластиковых карточек. Еще большая виртуализация денег. Подается это как всегда? Для удобства людей. Только для этого. Деньги ведь наличные, никто не запрещал. Просто появился пластиковый кусочек и стало удобно. Вы их потерять не можете. Вам, если что, вернут. Носить тоже удобно. Везде принимают. И потихонечку люди меньше, меньше, меньше наличных. Но эти ребята производят денег так много, что им нужно все время придумывать какие-то новые фишки. Следующий этап вообще отказаться от наличных. Как они это делают? Пожалуйста, в банках отрицательный процент. Уничтожение крупных купюр. 500 евро больше не выпускают. То есть подталкивают, что заходите все, чтобы у вас деньги были виртуальные. И наконец, последний этап вот в этой логичной отвеске производства денег от государства и суверенитета, отвеске от вообще, от чего бы то ни было. логика доходит. Давайте кто-то где-то без государства якобы самостоятельно в компьютерных программах производит. Ну, представьте, что это такое. Это что-то очень-очень непонятное. Обратите внимание, что Центральный Банк России меняет резко свое отношение. Ну, зачем? Можно было бы не признавать. Ну, где-то там есть, а у нас нет. Нет, уже нельзя. Это уже общемировой тренд. Уже надо. Сигнал пришел. Вы должны признать. Через некоторое время они откажутся от долларов. может быть, там 10, 20, 30 лет. Не знаю, сколько. Может, быстрее. Будут торговать только в этих биткоинах. И попробуй с ними не торгуй, если больше ничего не останется. Вот доллары, все, они уже изжили себя. Он какой долг у Соединенных Штатов. А у нас есть для вас новое. Это новый вид мошенничества тех же самых людей, которые понимают, что если не будет войны, а война у них никак не получается, то им нужно что-то другое, каким-то образом по-другому контролировать создание денег и богатства. Вы представьте, вообще ничего не надо. Непонятно кто, непонятно как создает денежные единицы, которые ничем не обеспечены. Но это уже логический итог их многолетней, даже многовековой работы. Продолжение следует...